Под защитой России безопасность Херсона и Херсонской области, освобожденных от украинских националистов, надежно обеспечивают наши военнослужащие. Уже заработали временные военно-гражданские администрации. Все вопросы от доставки гуманитарной помощи до правопорядка местные власти и российские военные решают совместно. О работе такого тандема и гуманитарном рейсе расскажет Маргарита Семенюк. В этих продуктовых наборах сахар, чай, кофе, крупы и макароны, сгущенка и тушенка. То, чего ждут жители первого на Украине региона, полностью освобожденного от националистов. Восемь тонн гуманитарной помощи в сопровождении бойцов Росгвардии пересекают границу. По пути конвой встречает колонну гражданских автомобилей. Это беженцы, следующие в Крым. 80 километров по украинской территории подконтрольны российским войскам. От границы до Новой Каховки стоят наши блокпосты. Проверка документов – единственная причина остановки гражданских. Нашу машину пропускают сразу. Знают, этот груз – спасение от гуманитарной катастрофы. Пока Урал разгружают, военные занимают позиции. Их задача – обеспечить безопасность местных жителей. С продуктами в Херсонской области тяжело. Многие бизнесмены не стесняются наживаться на земляках. Поднимают цены в 10-20 раз. То есть, если раньше буханка хлеба стоила 10 гривен, 11 гривен, сейчас она стоит 22 гривны, до 30 гривен буханка хлеба. Кусок мяса раньше стоил 90 гривен, сейчас 300 гривен. Горох раньше стоил 10 гривен, сейчас стоит 40 гривен. Большая часть магазинов не работает. Киевские власти на ситуацию не реагировали. Своих, как всегда, спасает Россия. Все, что есть на складе в Новой Каховке, это поставки из Российской Федерации. Вот, например, пятилитровые баклажки с растительным маслом. Также российские военнослужащие сопроводили гуманитарный конвой. Накануне привезли большое количество продуктовых наборов. Их сегодня будут развозить жителям, нуждающимся. Кроме того, здесь огромное количество коробок с тушеной говядиной, с горошком. Все это привозят из России. И, кроме того, сегодня поступил конвой, который также сопроводили российские военнослужащие. Сейчас его разгружают. Я могу вам показать, что уже очень много продуктовых наборов выгружено. Также поставки привозят и из Крыма. Например, вот здесь есть настоящие крымские яблочки. Продукты отправляют в отдаленные села Херсонщины. Везде для безопасности российские блокпосты. Военные контролируют и сами населенные пункты. Гуманитарный конвой приехал в село Казацкое Херсонской области. Здесь проживают 2500 человек. Сейчас покажу. Вот здесь стоит Большой Урал с продуктовыми наборами. Российские военнослужащие выдают пакеты, помогают мирным жителям получить продукты, которые просто невозможно купить в магазинах из-за высоких цен или в целом отсутствия товаров или закрытых магазинов. О том, что кроме как от России ждать помощи больше не от кого, сельчане уже знают. Они занимают очередь у спасительного большегруза. Отличительный знак мирных херсонцев – белая повязка. Теперь он объединяет их с российской армией. Мы голодные сидим здесь. Спасибо большое за помощь. И это самая острая проблема в селах и городах Херсонщины. Десятки людей с просьбами о помощи окружили российских бойцов. Они составляют списки лекарств, которых здесь не достать. Какие? Нет давления от сахара. Давление какое? Давление какое? 220. Нет, сахара. Медикаменты по спискам соберут в ближайшее время и привезут. Индивидуально для каждого. Поставками занимаются совместно с военно-гражданской администрацией. С военными, как построено сотрудничество. Собственно говоря, наша задача – обеспечить порядок, сохранить здоровье граждан, населения. Общий язык мы находим. По большому счету, разрушений у нас не было. И нам удается сохранить и общественный порядок, и город в целости, сохранности. Жители поняли, как бы ни старались украинские власти запугать, их националисты сюда не вернутся. Они пытаются сегодня как бы дестабилизировать ситуацию. Чем можно дестабилизировать ситуацию? Это рассказывать, что завтра украинские войска войдут на территорию Херсонской области. Я могу с уверенностью на тысячу процентов сказать, что этого не будет. Мы уже помним прекрасно, как они Крым забирали. Мы помним, как они Донбасс забирали. Россияне пришли с миром, и братский народ не бросят. А Киев, по словам местных, полностью потерял контроль над регионом. Военнослужащих, вооруженных сил Украины, нацбатальонов, в полной боевой экипировке, в тех местах, где мы работаем, я не видел. Я видел только военнопленных, которые сдались в плен российским вооруженным силам. Херсонщина под защитой нашей армии готовится к посевной, налаживает мирную жизнь и готовится стать полноценным экономическим партнером Крыма. Маргарита Семенюк, Новости 24, Новая Каховка, Херсонская область. Редактор субтитров А.Семкин